Здравствуйте! Это новости на телеканале ННТ с последними событиями к этому часу в студии Махач Курбанов и по традиции небольшой короткий анонс. Эффективный, но с недостатками. В правительстве прошло расширенное заседание, где обсудили текущий бюджет республики. Кому велосипед, кому айфон. Необычный розыгрыш прошел в Махачкале. Участие в лотерее принимали только привитые от коронавируса. Не теряем корни. Сегодня в республике отмечается День дагестанской культуры языков. Исполнение бюджета Дагестана обсудили власти республики на расширенном заседании правительства. За 9 месяцев текущего года по сравнению с предыдущим доходы выросли на 20%, а именно на более 6 миллиардов рублей. Эффективным бюджет 2021 года назвал Сергей Меликов, под чьим руководством и проходила встреча. Однако глава Дагестана отметил, что в ходе реализации проектов были допущены ряд недостатков. Долгое время одной из наиболее частых тем при обсуждении препятствий развития республики называлась проблема недостаточных объемов поступлений из федерального бюджета. Однако опыт последних лет показал, что достаточно резкое их увеличение тоже ничего хорошего за собой не влечет. Органы управления оказались не способны освоить поступившие бюджетные средства в полном объеме в запланированные сроки. И в этом отношении я тоже призываю вас к осуществлению должного контроля за исполнением бюджета. А для того, чтобы бюджет правильно исполнять, мы должны правильно планировать его реализацию. В Дагестане зафиксирован рост и по неналоговым доходам. Объем увеличился в два раза. Кроме того, правительство сформировало проект закона о республиканском бюджете на ближайшие три года. Прежде всего это касается исполнения бюджетных обязательств, которые приняли на себя органы исполнительной власти. Ну, в связи с тем, что у нас год был выборный и народное собрание не в полном объеме в течение года осуществляло контроль над исполнением бюджета, хотелось бы, чтобы у нас не просто был принят закон, но и был организован всесторонний контроль за исполнением этого основного после Конституции, на мой взгляд, закона, который определяет основные направления развития региона. Пять велосипедов и два айфона. Муниципальный этап розыгрыша среди привившихся от коронавируса прошел в Махачкале. Подарки тем, кому повезло в лотерее, вручили на стадионе Елены Синбаевой. В продолжение тему сюжет Ларьяны Шамхалаевой. Вакцинироваться от ковида и забрать свой приз. Идею городской администрации о проведении лотерей среди привившихся поддержали в Минздраве. Так, мэрия решила простимулировать желание горожан иммунизироваться. Накануне генератором случайных чисел были определены победители первого этапа муниципального розыгрыша. Ну, конечно, никто бы не хотел возвращаться к этому периоду. Влагодар, закрытие, остановить полностью экономику, закрытие всех учреждений и заявлений. И это можно достичь только путем выработки популяционного иммунитета. И к этому максимально быстро можем прийти только через опционацию. На самом деле, наиболее ответственным гражданам. Приятно вручать подарки и призы за их активную, правильную железную позицию. Я вас с этим поздравляю. От нежного мятного к ярко-красному обладатели двухколесного транспорта были приятно удивлены многообразию расцветок. Собиралиев признается, что давно хотел велосипед черного цвета. Именно его он и получил. Сегодня был приятно удивлен выигранному призу. Прошел вакцинацию. После вакцинации вот такой удивительный транспорт. Меня ждал сегодня. Наградили. Буду заниматься спортом. По вечерам буду ездить. Самые заветные подарки айфоны 12-й модели получили девушки, среди которых ипотемата Судулаева. Говорит, сначала решила, что это розыгрыш ее друзей. О победе узнала своей, ну как сказать, случайно получается. Мне позвонили. Я не могла поверить, честно сказать. Наверное, впервые в жизни я что-то выиграла. Очень долго расспрашивала. Сомневалась, правда ли это, розыгрыш ли это. Меня как бы убедили. Затем я зашла в инстаграм и нашла сам розыгрыш в эфире. Естественно, переслала всем своим близким. Поделилась своей радостью. Было приятно, если честно. Спасибо. Врачи, присутствующие на церемонии, еще раз напомнили горожанам о необходимости обезопасить себя в период пандемии. По их словам, коронавирус мутирует, и он все еще опасен. Единственный метод защиты – это вакцинация. Нам надо всем это осознать. Потому что вирус с каждым разом, с каждым штаммом становится более агрессивным, он становится смертоносным. Вы свидетельны, наверное, за агентствами, которые сообщают о том, что Россия каждый день преодолевает рекорды. Отрицательные рекорды. Всего запланировано три этапа конкурса. Среди вакцинировавшихся второй тур пройдет 15 ноября. Разыграны будут планшеты. А главный приз автомобилев вручат к концу года. У новогодней елки. Лариана Шемхалаева, Нурмагомед Магомедов. Новости ННТ Махачкала. Вакцинироваться надо всем, в том числе и беременным женщинам. В Минздраве республики всерьез обеспокоены ситуации. Если в предыдущие пики редко встречались тяжелые формы болезни, то сейчас женщины в положении переносят ковид-19 намного тяжелее, сообщает пресс-служба ведомства. В республике материнская смертность увеличилась в два раза, а в России в четыре. Медики предупреждают, чтобы не допустить развития тяжелого заболевания у беременной женщины и сохранить ее жизнь и здоровье, необходимо принять профилактические меры, вовремя пройти вакцинацию. Клинические испытания российских вакцин доказали безопасность их применения у беременных с 22 недели. Это связано, скорее всего, с тем, что иммунная система во время беременности все-таки находится в состоянии иммунодепрессии, то есть ослабевает иммунитет у беременных женщин. Поэтому необходимо своевременно предпринимать профилактические меры для того, чтобы не допустить развития тяжелого заболевания у женщины и ни в коем случае, чтобы не допустить летального исхода. По данным Министерства здравоохранения Российской Федерации, в Российской Федерации вакцинировано более 6 тысяч беременных. К сожалению, в Республике Дагестан это всего лишь 68 беременных женщин. Участники конного похода, которые накануне прибыли с телеклими КТЭБа в Махачкалу, посетили и муфтия Дагестана. Делегаты Нагайского района поделились с шейхом о цели акции. Это пропаганда конного спорта, здорового образа жизни и укрепления единства. Духовный лидер отметил важность подобных мероприятий. Пропагандируя конный спорт, здоровый образ жизни, нашу культуру, нашу духовность, мы вот так вот посещали все села и отрадно то, что все села очень хорошо встречали. Наша сила в единстве и наше богатство, то, что у нас в Дагестане много наций, и они находят общий язык, и вот видите вам, какая разница, он лезгин, он кумик, он аварец, он рутулец. А вместе с этим мы должны и духовно расти. В ходе беседы шейх Ахматофанди сделал гостям ряд ценных наставлений. Помнить свои корни. Сегодня в республике отмечается День Дагестанской культуры и языков. По всему региону проходят знаковые мероприятия. Так в музее «Россия. Моя история» состоялся концерт при поддержке Республиканского центра русского языка и культуры. Мы считаем, что самая основная задача сейчас – это напомнить всем нам и молодым, особенно молодому поколению, ценности нашей культуры, ценности нашего взаимопонимания. И вот самое основное, что наше взаимопонимание, оно держится на одном таком носителе – это русский язык, который является языком объединения наших культур, нашего маконационального Дагестана. В городах и районах Дагестана сегодня прошли встречи с лингвистами, литературные вечера, фотовыставки и диктанты. А еще будут мероприятия у нас в Дагестанском государственном университете, в Дагестанском государственном университете. Там в филологических отделениях будут писать диктанты на своих родных языках. Это начнется сегодня в 12 часов. Более того, в каждом муниципалитете точно так же пройдут диктанты на родных языках и массовые мероприятия направлены на сохранение, развитие дагестанской культуры и языков Дагестана. И немного о спорте. В Махачкале прошел международный турнир по художественной гимнастике памяти Магомеда Аруджиева «Краски осени». В конкурсе соревновались более 150 участников. Это юные гимнастки из разных регионов страны, воспитанницы школ по художественной гимнастике, спортивных школ и клубов. Художественная гимнастика – это молодой вид спорта. Мы активно развиваемся. Детки приходят в художественную гимнастику, им очень нравится. Я надеюсь, что в дальнейшем и в будущем мы сможем этот турнир сделать все годным, и он у нас станет международным. Победительницы турнира будут представлять страну на международных соревнованиях. Соревнования проводятся с целью развития творческих способностей обучающихся, выявления сильнейших гимнасток и популяризации художественной гимнастики в республике. Победители и призеры были награждены грамотами и подарками. Борцы Магомед Курбаналиев и Рамазан Абачираев стали вторыми на Кубке министра обороны страны. Всероссийский турнир по спортивной борьбе завершился сегодня в Кызыле. В столице Тывы в спор за почетный трофей выступали 8 армейских команд. Отношения в двух стилях борьбы выясняли в формате стенка на стенку. В финале московский ЦСКА в составе с чемпионами мира из Дагестана встречался с Новосибирской общевойсковой армией. Курбаналиев и Абачираев свои схватки уверенно выиграли, однако это не помогло их в команде завоевать кубок. Противостояние завершилось с общим счетом 4-5. К этому часу у нас все. Оставайтесь с телеканалом ННТ, смотрите новости. Всего доброго, до встречи.